После окончания школы Евгений Спешин сразу же собирается идти в армию. В рядах вооруженных сил молодой человек видит себя на должности водителя. Последствующийся тайны военного дела ему помогут в ДОСААФе. Здесь после пятимесячного обучения ему выдадут права и сертификат. Здесь я научился разбирать автомат, научился как правила дорожного движения лучше знать. И вообще крановую подготовку. По словам преподавателя по учебной подготовке Олега Фисенко, для призывникам, тем, кто только готовится к службе в армии, такие уроки просто необходимы. За время обучения ребята осваивают строевую выправку, огневую подготовку и получают права на все категории. Кроме этого, несколько раз в год они выезжают на учебно-полевые сборы, которые проходят в воинских частях. Там курсанты знакомятся с солдатской кухней и бытым военнослужащих. Это, в свою очередь, позволяет гораздо быстрее адаптироваться уже на службе и приступить к своим профессиональным обязанностям. Курсанты стреляют из автоматов Калашникова, выполняют упражнения учебных стрель, выполняют упражнения учебных, тоже по метанию ручных имитационных гранат, выполняют нормативы огневой подготовки, нормативы радиационной, химической, биологической защиты. Они захватывают полностью, это и уставы вооруженных сил, это порядок принятия присяги, закон об обороне, закон о службе вооруженных силах и воинской обязанности, о статусе военнослужащих, о боевом знамени части. Между тем, сотрудники Иркутского отделения добровольного содействия армии, авиации и флота отмечают, что допризывников с каждым годом становится все меньше. В прошлом году ДОСАФ облачил более тысячи старшеклассников. В этом же сезоне учащихся намного меньше. Количество молодых людей, прошедших допризывную подготовку, едва достигает 800 человек. Владимир Пиханов, Александр Мокин. Новости с сети.